Доги Коэн был задуман как шутка. Его цель была высмеять криптовалюту. По-моему, это причина, по которой Доги имеет потенциал. Он покажет самый неожиданный и самый ироничный результат, который никто не ожидает. Всем привет, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и сегодня поговорим о самых ярких последних событиях, связанных с Силаном Маском и Доги Коэном. Рост Альткоина достиг самого высокого уровня за последние несколько месяцев и торгуется на отметке около 13 центов. Это случилось после того, как Маск купил Твиттер за целых 44 миллиарда долларов. Сделка шла долго, с множественным числом судебных разбирательств, и многие уже даже начали забывать про эту важную для криптовалюты в том числе новость. Даже сам Илон Маск молчал об этом. Однако, наконец, сделка была закрыта. Судя по последним новостям, Маск уволил даже всех бывших топ-менеджеров компании и теперь фактически полностью ее контролирует. Маск активно сотрудничает с криптовалютной биржей Binance и с ее генеральным директором. В рамках сотрудничества Binance вложил 500 миллионов долларов на покупку Твиттера и отметил, что это не предел. Компания готова вложить еще 800 миллионов долларов. Маск видит Твиттер как глоток свободы, разрушение мрака цензуры и открытую социальную сеть. Бинанс его в этом поддерживает и, безусловно, видит свою выгоду в этой сделке, раз вкладывает в нее такие деньжища. CZ упомянул о важности Твиттера в криптовалютном пространстве, назвав социальную сеть будущей глобальной платформой свободы слова. Глава Binance также признал свою зависимость от Твиттера, поскольку он использует платформу для связи с остальной частью криптосообщества. «Мы хотим убедиться, что криптовалюта будет играть важную роль, когда речь идет о свободе слова. А Твиттер – это инструмент, которым я очень активно пользуюсь лично», – сказал генеральный директор Binance. Сегодня многие СМИ и инсайдеры очень активно освещают две вещи – резкий памп Доги Коина и, конечно же, инсайт, что Твиттер планирует внедрить криптовалюту на свою платформу и вовсе создать свой собственный криптовалютный кошелек. 24 октября исследовательница экспериментальных функций приложений в Твиттере Джейн Манчун Квонг сообщила, что Твиттер разрабатывает прототип своего криптовалютного кошелька. И совсем недавно мы получаем новость от все того же CZ. Он пообещал, что Binance будет работать рука об руку с Твиттером. Вместе с Силоном Маском они будут работать над платформой Web3.0 для Твиттера. Интересные и позитивные вещи случаются и на медвежьем рынке, как ты видишь. Добавлю, ведь еще в июне – знак восклицания – Маск выступил за более широкую интеграцию платежей в Твиттере, включая криптовалютные. Миллиардер неоднократно высказывался в поддержку Доги Коэна. Например, в мае он утверждал, что альткоин имеет потенциал для того, чтобы стать валютой. Наконец, Илон Маск купил Твиттер и подписал себя оператором горячей линии для жалоб в Твиттере. И теперь, когда мы понимаем всю предысторию, я хочу поговорить о его плане насчет Доги Коэна. О плане, который может поднять Доги Коэн до одного доллара за токен. Около месяца назад случилось очень интересное событие. Множество личных сообщений и звонков Илона Маска утекли в сеть. Все они касались приобретения Твиттера и потенциальных судебных процессов, связанных с этой покупкой. Исходя из них, Илон Маск хотел сделать Доги Коэн частью Твиттера еще до того, как все-таки купил его. Повторяю, все эти сообщения он писал еще толком не зная, станет ли он править Твиттером в итоге. Итак, вот что он планировал. План Илона Маска для Твиттера и Доги Коэна заключается в том, что он собирается переставить Твиттер на блокчейн. После потребовать 0,1 Доги Коэна для того, чтобы написать твит или ретвитнуть этот твит. Это, по мнению Илона Маска, должно очистить Твиттер от ботов, ботоферми и так далее. Илон Маск сказал, мой план заключается в блокчейнизации Твиттера, где каждый твит был бы транзакцией. Стоимость транзакции 0,1 Доги Коэна за коммент или репост. До покупки Маску не нравился Твиттер из-за большого количества ботов. Это стало, кстати, одной из причин затягивания и судебных разбирательств. Как Илон Маск собирается решить эту проблему, да с помощью микротранзакции Доги Коэном? Как сообщает Bloomberg, одной из ключевых областей, где Binance хочет помочь больше всего, как раз и является борьба с ботами. В частности, ради этого они вложили в сделку полмиллиарда долларов. Так почему же этот план не был внедрен? Все просто. Интеграция Доги Коэна с Твиттером не свершилась только потому, что покупка Твиттера так и не состоялась. Напомню, эти переписки Илона Маска, утекшие в сеть, были написаны всего 3-4 недели назад, когда Маск не был уверен, что все-таки купит Твиттер. Угадай что? Сегодня он уже его купил. Поэтому полная трансформация Доги Коэна кажется совсем не за горами. А огромная аудитория Твиттера, которая будет буквально вынуждена покупать Доги Коэн, чтобы пользоваться Твиттером, может сильно повлиять на цену Доги Коэна. Поэтому я уверен, впереди нас ожидает много интересного, связанного с Доги Коэном. Возможно, это лишь начало пампа этого альткоина. Что ж, друзья, на этом все. Пишите в комментариях, верите ли вы в Доги Коэн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А меня зовут Богатищий Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok